Субтитры делал DimaTorzok Шмотки собрал, сбегал в таверну, отдал вещи на продажу и решил разобраться с этим големом. Что с ним не так? Так, вот, нам не хватает какой детальки. Непристойная. Ну-ка, дайте еще раз. Тут забавное такое описание. Эй! Примечательный. Постоянный эффект заклинания свободы движений. Его можно надевать, только персонаж хаотичный мировоззрением. На покрывале и ковре заметно множество пятен сомнительного происхождения. Фу! Так, это, я так понимаю, этого... Иравейте... Покой, да? На дне холодного подземного озера белеют чьи-то кости. Так, стоп. Мне показалось. Или здесь? Нужен ключ. Ловушка сработала. Ммм... Опачки. Итак, вот она, волшебная коряга. Которая так нужна... Энн. Нериси. Да? Не ждал, что из всех, кого я за ней отправлял, повезет именно этому доходяке Тартучо. Паршивец очень любезно сдох, избавив меня от необходимости платить. Ну и депес. С ним, главное, деревяшка. Э говорила, что она... Э? Что она называется Терн. Что в ней такого? Почему она так нужна для Нериси? А главное, какую пользу из нее могу извлечь я? Начал с простого. Попытался исследовать корягу с помощью обнаружения магии. Простого, еще чего. У меня чуть глаза не вылезли. У коряги ошеломительная аура. Это великий артефакт. Может быть, даже вещица какого-то из богов. Или из вечных. Нерисофея. Я, наверное, умыкнул кого-то из Первого Мира. Поздравляю, Ироветти. Ты сорвал куш. Теперь думай скорее, что с ним делать, пока не отобрали. Артефакты особенно великие, штука коварная. Взялся не за тот конец, получил полные штаны проклятий. Так что, прежде чем экспериментировать самому, я дал бы Энгелидочке. И приказал ткнуть в дрели... В дрелево. Э. Энгелидочка, да? Э. Хм. 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 Приказал ткнуть дрелево. Это про... Энгелидочку говорит, что ли? Выкуп за него не платит. Служить он мне не хочет. Спать со мной тоже не желает. Значит, будет подопытным. Кончилось это печально. Бедняга сошел с ума. Что ж, это тоже результат. Энгелидочку как подменили. Раньше она без заклинания на меня шипела. И грозила что-то откусить. А теперь, как таки ластица, принимает самым соблазнительными облики, шепчет нежностью. В общем, влюбилась в меня без ума. Хотя я уже несколько дней не применял никаких чар. Похоже, я как-то активировал чары деревяшки. Но как? Почему не дрелев влюбился в нее, а она в меня? Надо продолжать эксперименты. Я понял, прикосновение деревяшки вызывает любовь к ее нынешнему хозяину. То есть, ко мне. Безумие дрелево сюда не вписывается. Но с этим мы еще разберемся. А пока я испытаю артефакт в своих руках. На комбо. Открываются такие перспективы. Не знаю, с кого и начать. Испытал корягу на АБ. Все равно эту ледышку в кровать не заманить без прямого божественного... А, это Анализа, как его там? Бардессу, да? Божественный вмешатель. Сначала мне показалось, что она тоже сошла с ума. Эта дура орала, кидалась тарелками, облила меня вином. Не бар... Не бар-то базарная торговка. Но через пару дней мои люди донесли, что она пришла в себя и ищет способ отомстить. Ха-ха-ха-ха. Но все же, что это значит? Как работает эта коряга? Должна быть какая-то логика. Нет. Испытал на ИН. Результат тот же. Безобразная истерика на ровном месте. Эх, Ироветти. Все-то у тебя есть. И талант, и богатство, и власть. А вот любви и счастья как не было, так и нет. Шутки-шутки, ими, а с корягой надо что-то делать. И срочно. Если Эн узнает, что я все время прятал ее игрушку, мне не поздоровится. Вот же комедия. Такая мощь в руках, а ключа от нее нет. И совета попросить не у кого. Ни одного толкового заклинателя под рукой. Надо было вместо Академии Искусств открывать школу магии. Хе-хе. Так. Ну, не знаю. Вот здесь-то вряд ли уже что-то будет. Просто здесь стенка подозрительная была и, походу, уходила в конус туда. Так, ну, в любом случае, давайте вот здесь еще подойдем, посмотрим. Нет, не варик. Блин, все равно вот информации, как таковой, нету по поводу голема. Я не знаю, может, надо сразиться все-таки вправду с Ировитей. И после этого мы получим. Я сумел открыть. Я сумел его открыть. Правда, не так, как я ожидал. То есть, у нас здесь есть повествование одно. Очень часто оно повторяется где-то, повторяющаяся книжка. Тропа блистательной славы. И там про... Про Коструччо говорится. Что, мол, из Питокса, да? Потом, говорится, он родом из Нумерии. Обычная родина называет Звездопад. И потом мы полагаем, что истина его родина Апара. Вот это меня, так сказать, вводило в ступор. То есть, я перебирал все варианты. Сейчас увидите. Голем реагирует на вещи Ировитей. Я так понимаю, то, что... Он... Так, стопэ. Угу. Угу. Кубок победителя. Ировитей, величайший из бартов. Вещи мы кидаем Ировитей. Туда. Они... Это со скоростью бежите, нет? Медленно. Так. Ну-ка, а если я кину сразу, например, все? Он... О, а лишний мне отдает. Отлично. То есть, я сначала начинал... Перебором. То есть, тут всего 3 на 3 вариации. 9 вариаций, да? Оказывается, можно так делать. Итак, смотрите. Теперь подходим к Голему. И тут такая загвоздка. Если много раз ответить неправильно, он... Закрывается. Голова Голема отполирована до блеска. Так что вместо его лица вы видите свое отражение. Безжизненным механическим голосом он спрашивает. Я думаю, то, что вижу свое его отражение. Я... Как его? Сначала попробовал... Ну... Сказать ему, что... Коструччо. Ироветти. И вот тут, видите, варианты, да? Питекс, опара, звездопад. Это вот, как бы... Ироветти из Питекса. Потом из опары. Опары. Или из звездопада. Новый стет... Вот не знаю, где тут завязано. То есть это вот все про него. Перебрал эти варианты. Не подходит. Например. Я услышал тебя. Ты не я, я не ты. В общем, все варианты туда-сюда... Попробовал. Не получилось. Кроме вот одного. Мандаларучо. Блин, а какой здесь-то был? Беландер. И Хайот Хакагдас. Я услышал тебя. Вот. Ты это я. Я это ты. Все, что мое, твое. Голем указывает на стену, и в ней открывается маленькая ниша. Не знаю, пока что у меня нету. Ух ты. 62 тысячи. Собрать. Перчатки летописца. Эти перчатки дают относящему плюс 10 бонус ко всем проверкам. Умение знания магии и знания мира. А также плюс 4 бонус к проверкам уровня заклинания при рассеивании магии. Я бы... Литописца бы дал, конечно, нашему лицописцу. Но у нее есть уже по плутовству. Пока оставим. Будем знать, что знания магии и знания мира у нас там бафы. Ну, есть. Усиление бафов, скажем так. Так, ну а теперь мы валим вот сюда. Где как раз вроде в тронный зал прям, да, проход? Собрать. Собрать. Оберег магии. Все заклинания школы очарования и иллюзии, которые творит носящий, получает плюс 2 к сложности спас-броска, но сам носящий получает штраф минус 2 к силе. Может использоваться только персонажем с добрым мировоззрением. Обычно тому, кто чары накидывает. Илфалияк. Я, кстати, видел этот... Местность Илфалияк. Надо будет посмотреть, что там такое написано. Технолигии. Стопэ. А, да, точно. Через прямой ход. Сейчас же дверь-то открыта. Так, давайте вы ускоритесь немножко. Это сейчас бафы пройдут. Тук-тук. Окей. Так, вот-то фонтан пахнет вином. Круто. Я вижу глашат Эпитекса. Рек, вот теперь можешь позвать своих Виверна. Ату их. Линдси. Офига себе, там кто-то... О, шайка, смотрите, какая здоровая. Линдси, ближе. По контролях пока. Еще ближе. Отлично. Молодцы. Хорошо справились. Так, эти фонтаны не пахнут вином. Так, я думаю, здесь у нас нету прохода, да? По тайных каких-то путей. Наши бы уже сообразили бы, я думаю. Так, эти двери не открываются. Так. Я вот пробовал уже, то есть, пролезв там с этой стороны. Интересно стало, что меня ждет. Стоит ли вообще рыпаться. Так. Невидимость. Невидимость. Обязательно на Октавию, потому что у нее есть подтишка. На Экона давай. Марьева. О, все. Вот теперь, по-моему, огонь. Поехали. Тук-тук. Вот ты где, да? Король встречает вас с кубком вина в руке. Ну что ж, вот и финал. Возвращение Ироветти, триумф Ироветти, смерть Ироветти. Три акта. Все как учат в Академии. Товшоп Академии. Я ведь сам Барт, Джет. И не из худших. Кому как не мне знать, что слава и величие недолговечные пузырьков в бокале Игристова. Знаешь, мне не слишком хотелось воевать с тобой. Ой, ну судьба правителей в этих краях пишу не я и не ты, а знакомая тебе фея. Это для нее такие, как мы, век за веком ставят представление, возвышаются, побеждают и гибнут ей на потеху. Я пытался переиграть ее, но в итоге вышло именно так, как хотела эта фея. Что ж, по крайней мере, я пытался. Скажи-ка мне, Джет, ах нет, король Джет, владыка украденных земель Варнхолда, а как теперь, если выйдешь отсюда живым, еще и Питекса? Скажи, скажите, ваше королевское величество, Ироветти отвешивает вам издевательский поклон. Когда вы закончите с цареубийством и вытрите мою кровь с пола, как вы станете править моими землями? Сначала расскажи, какое задание ты дал Тартуча на самом деле. Не дался же тебе этот недотепа. Ладно, расскажу, почему бы и нет. Нападение на особнях, вся эта свистопляска с кобальтами целиком и полностью его самодеятельность. От него требовалось лишь одно. Внедриться в ваш отряд и использовать его, чтобы найти в украденных землях некий артефакт. Видишь ли, я, как и ты, игрушка в руках известной тебе особы. Она искала этот артефакт сотни лет, может даже тысячи. Я нашел его. Угадай, кто? Я нашел его. Угадай, кто? Наш с тобой фиолетовый знакомый. А, А, нашел. А нашел его. Угадай, кто? Наш с тобой фиолетовый знакомый. Все эти века волшебная деревяшка лежала под корнями старого платана. Похоже, из нее-то он и вырос. Мы с тобой похожи, оба ее марионетки. Оба мечтаем оборвать ниточки. Я не сказал ей, что артефакт найден. Вместо этого я стал изучать его. Чем бог не шутит, вдруг получится обратить его против нее же. Не сказать, чтобы я мог много выяснил. Лишь то, что с помощью этой штуки можно вызвать в людях любовь или безумие. Что ж, если ты победишь в этом бою, считай волшебную корягу моим наследством. Я ответил на твой вопрос. Теперь ты отвечай на мой. Как ты будешь править моими землями? Уж точно лучше тебя я буду править мудрый, справедливый во благах поданных. Я уничтожу все, что ты создал, и придам тебе твое имя забвению. Они никогда не были твоими. Питекс принадлежит его гражданам, и я верну его им. Как благородно. Главное, чтобы не забывали платить налоги, верно? Ладно, хватит болтовни. Наша с тобой владелица ждет развязки. Давай развлечем ее как следует. Ну давай. Так, Экон, с тебя твой прислужник. Джет, давай сначала на костру чего наводишь. Зажимы. Здесь же чудовище. О, отлично. Ай. Подавление присутствует. Подавляющее присутствие. Обездвижение Оно прошел. Делаем цепи света. Экон, ты сделал? Сделал. Теперь давай в него целься. Нет. Давай вот в этого. Так, а что такое? Прошло что ли уже? Так, еще вражник один. Все, теперь ровейте, да? Это что он там кастует? Спас бросок воли. Он кого-то хотел подчинить. А, все, отлетел. Так, Энгелидис, сюда, живо, на помощь. Ты кого она там зовет? Он. Я и Терн в моей руке приказываю убью. Это что за ерунда такая? Это нага, которая, да? Я себе нагу по-другому представлял. Как в Героях 3. Да, мой возлюбленный, я не дам тебя в обиду. Никому. Хлобысь. Сражайтесь, сражаться с самим и ровейте. Худшая идея в твоей жизни. Убери руки от моего возлюбленного. Отлично, блин. Так. Делаем как? Ты, 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 ты. Смещайтесь в эту сторону. Он бьет этими кольями. Периодически. Атакуем все сначала и ровейте, да? Линдси прокаст ближе и прокаст на попадание. Завораживание, думаю, смысла нету сейчас делать. Хилл сейчас нужен. А! На окровавленном лице и ровите играет циничная усмешка. Надо же. Я был уверен, что уж тебя-то смогу победить. Даже никаких красивых последних слов не заготовил. Ну что поделать? Ты уж придумай что-нибудь за меня. Я не стану тебя убивать. Ты будешь шутом при моем дворе. Вот это мне нравится. Не хочу пачкать руки. Уходи, никогда не возвращайся. У тебя еще будет время высказаться, когда... Я буду судить тебя перед всем Питоксом. Вот тебе мои слова. С каким же удовольствием я наконец размажу твою самодовольную харю по полу. Не, ну ладно, давайте. Тебе не обязательно умирать. Нет, стоп, не советником. Будешь шутом при моем дворе. Я и так все это время был шутом, марионеткой в ее руках. Теперь это место твое. Наслаждайся троном, пока можешь. Ну а я... Блин, сейчас дохнет что ли? Иравитий снимает с пояса фляжку, поднимает ее в шутливом тосте. Твое здоровье, Джет. Теперь Питокс, твоя боль в заднице и шлюха фея тоже. Прощай. Отлинув из фляги, Роветий падает замертво. Так, а я с ней должен продолжать биться, что ли? Так, ясно. Цепи света. Попытка... Что у нас тут? Не обездвижить чудовище? Параличить животное. Нельзя. Ярость, прицельность. Тошнотворно. Попробовать на нее цепи. Ага. Так. Это у нас добавлено. Так ведь? Да. Если отвага играет. Песня героизма. Так, хилл пока. Отбой. Не знаю, сколько у нее там. Так, пальцем ты тыкнул уже? Ладно, повторю. Так, попробуй ее эхом задавить, пока хила не нужно. Пространственный. Пронзительный крик пробивает, да? Магия на нее хорошо, конечно, пробивается. Ну и клинок Оригангара. Блин, нам надо... Нам бы еще раз на Октавию сделать... Инвиз. Чтобы она била из-под тяжка. Есть у нас? Нет? Где тут? Используемые. Свиток невидимость. Высшие. Ты умеешь использовать, надеюсь? Персонаж. Использование магических у нее плюс 9. На себя. Отлично. И... Да, бей теперь электрошока. Так. Цепи света. Может, повторить попробуешь? По-моему... А, нет, реакция у нее сработала. Давай крит. Безудержный смех. Бесполезно. Замешательство так своих цепану. Бездвижить чудовище. Пробуй. Может, скорее реакция у нее... Фу, все. Слилась. Речное правосудие похоже, что король Ироветти не очень-то заботит о своих поданных. Речные... Теперь, внимание, вопрос. Какого черта? Ладно. Это я, допустим, исправлю. Есть вариант еще. То есть, просто-напросто сходить и поговорить с ним. Раз он здесь тусит. Ух ты, терн. Три заряда. Вы можете ударить противника в бою этим предметом, совершив успешную атаку, касание в ближнем бою. Это окажет цель непредсказуемый эффект. Либо полюбит, либо не возненавидит. Из поющей стали. Средний доспех. Сделан из блистающего золотистого металла при ударе, издающий прекрасный звон, словно колокольчик. Он дает отличную защиту и позволяет Барду улучшить свое выступление. Средний доспех. Если бы еще Линдси могла бы натаскать бы. Плащ устойчивости. Пояс физического великолепия. Крутяк. Вот это класс. По всем параметрам плюс шесть. Метаскитр. Ускоренных заклинаний. Кольцо удачи. Кольцо защиты плюс пять. Амулет природной брони. Шлемак. Ментального совершенства плюс шесть. Огонь. Золочный ключик. Шлем. Тиара неперевизведенной харизмы. Подсветка глубоких. Вот. Хороший, блин. О, скипетр лезвий. Это острая адамантиновая алебарда. Плюс пять совершеннодействие держащим... Совершив основное действие, держащий может выстрелить веером лезвий, который наносит 20 дышей. Урон всем существам в 30-футовом конусе. Спасбросок реакции сложностью 27 уменьшает. Урон вдвое. Эта способность можно применять раз в день. Ага. Так. А тут что? Ну-ка, ребятки, собрались. Поговорить нужно было с Эймором. И... Я так предполагаю, что он в локации Академии находится. Эймор. Но не здесь. Может, я их уже всех перебил? Вот те, которые вышли к воротам. О, нет, вот. Эймор. Самоуверенный, нарядный драматург, с которым вы разговаривали в лучезарном турнире. На лучезарном турнире пропал без следа. Эймор Дешан, отправивший вас драться с речными пиратами, бледен и слаб, словно несколько дней не спал. Увидев вас, он нервно проводит ладони по волосам. Это ужасная ошибка. Я должен извиниться перед вами и объясниться. Он поднимает руку, не то прося вас выслушать его, не то защищая лицо от удара. Уэлш Кэллоуэй, магистрат, знает, что я умею обращаться со словами. Но сейчас я не знаю, что и сказать. Он хитер и жесток. Я думал, он хотел проверить мою верность и заодно уничтожить конкурентов. Он нанял меня, чтобы я для него шпионил. Мой муж служит в страже, так что я не мог отказать. Магистрат немедленно обвинил бы меня в неблагонадежности. Король и без того сильно давит на стражу, так что это поставило бы под удар не только меня, но и моего Талвина. Вот я и выдумал историю, чтобы убедить вас напасть на этих якобы пиратов. Все это было ложью. Эймор стыдливо опускает взгляд. Он нервно оглядывается. Вам нужно скорее уходить, иначе быть беде. Я сделаю все, чтобы исправить содеянное. Прежде чем... Ой... Реншала Васкари. Джет. Крик приближается к ваш... Вам женщины заставляют умолкнуть... Что? Крик, приближающийся к вам женщины, заставляет умолкнуть все разговоры на сотню шагов округ. Это Реншала Васкари, которая принадлежала разгомленной вами лагерь. И на ней красуются символы ее семейства. Голубая одежда, высокие бадфорты и вышитая цапля торгового дома речной песни. Вам хватило наглости показаться здесь в Питаксе после того, что вы совершили... После наглого нападения на флот одного из главных торговых домов этого королевства вы смеете разгуливать здесь, наплевав на законы и правосудие. За ее спиной показывается небольшой отряд личной стражи, бросающий на вас хмурые взгляды. Тем временем вокруг постепенно образовывается толпа зевак, с любопытством наблюдающих за происходящим. Вы нанесли удар по моим слугам в моей команде... Моей команде, моей семье. И все равно драться, что ли, придется, блин. Уолш Кэллоуэй, с дороги пропустите королевского магистрата. В ваш разговор вмешивается судья Уолш Кэллоуэй, за которым следует отряд городской стражи. Сержант Талвин Халмарион, подвестись в порядок, пока я разбираюсь с этими негодяями. Он гордо поправляет свою перевесь, прежде чем взглянуть на вас. Ну, а вы, как удобно, что вы сами явились для ареста. Должен сказать, что удивлен, как у вас хватило наглости показаться впитых сипом, а он меня арестовывать собрался. После того, как вы, безо всякой на то причины, атаковали суда торгового дома речной песни, гордости и кормильцев нашего города и всего королевства. Вы убили наших граждан, поставили под угрозу благополучие каждого, кто стоит здесь. Это не его вина, Эймер шагает вперед. Я принимаю на себя полную ответственность за... Магистрат перебивает его. Слушайте, теперь, когда этот злодей здесь, он уже начал отправлять сердца наших граждан. Все ядовитые семена сомнения, стремясь перессорить нас в то время, как настоящий преступник стоит прямо передо мной. Ну, перед нами. Он, обвиняющий, указывает на вас пальцем. Да, граждане Питокса, всему виной этот иностранный преступник. Сержант Талвин явно бескуражен. Он смотрит на Эймера, словно прося помощи. Тот возвращает ему взгляд полной тоски и решимости. Но мы, цивилизованное королевство, давайте выслушаем, что скажет свою защиту обвиняемый. Он горделиво смотрит на вас, ожидая ответа. Этот мужчина-артист. Он предал нас, навредил Реншале. Превратил нас в бандитов. Пусть ответит за то, что сделал. Октавия с тревогой смотрит на Талвина. Джет, посмотри на него. Он же его любит. Если мы не убережем Эймара, то разлучим их. Не знаю, смогу ли я после такого заснуть. Нас подставили. Но Эймар несет не всю вину за случившееся. На кону стоит в жизни людей. Я думаю, нам нужно принять вину на себя, чтобы защитить их. Что если меня признают виновным? Вы, глава иного государства, магистрация с вращением кривицы. Посадить вас под арест не в моих силах. Но знайте, что слава о вашем отвратительном преступлении покракатится по всем речным королевствам. Ба-ба. Да вот же кто виноват-то, блин. Я не виновен? Здесь не виновен никто, кроме меня. Я принимаю... Да какой вот? Смотрите, законопослушный нейтральный преступник. Здесь вы. И я могу это доказать. На лице судей Кэллоу появляется жестокая усмешка. Так-так. Преступник пойманный. С поличным хочет поспорить с правосудием. Что ж, послушаем, как вы будете оправдываться. Я представил свои доказательства, не сомневаясь, что люди видят, я не виновен. Не забывайте, что Питекс — это царство закона порядка и правосудия, королевского правосудия. Так, как назначенным его величеством магистрат-защитник народа, я выполняю свой долг, объявляя вас виновным. Судья Кэллоуи торжествующе ухмыляется и тут же отшатывается, когда толпа начинает возмущенно кричать. Он явно ожидал получить поддержку собравшихся, но те поверили, что судья подставил вас. Он возмущенно поправляет перевес и разворачивается, чтобы уйти. Беги, трус! Он тебя, может быть, и отпустит, но не я. За речную песнь! Ха! Ну и чё париться было? Надо бы просто сразу навалять. Так, это была моя беда, и я был готов признать её. Но вы приняли всё на себя. Я не понимаю, но я благодарен. Вы имели полное право бросить меня, чтобы я ответил за свои поступки. Но вместо этого защитили меня, хоть я этого и не заслужил. Я этого не забуду. Тауден кладёт руку Эймару на плечо. Я тоже не вполне понимаю, что сейчас произошло. Он, сука, ризно смотрит на Эймара. Но не сомневаюсь, что позже мой муж мне всё объяснит. Как я вижу, он... Проняталвина. Он ввязался в какие-то тёмные дела, а вы выручили его, когда я это сделать не смог. Не мог. Спасибо вам. Я хочу, чтобы вы знали. Мы, стражники, возмущены королём Мировете и тем, что он выдаёт за правосудие. Возможно, Уолш хотел спровоцировать меня на бунт и использовать это против стражи. Так или иначе, прошу, возьмите это. Я носил её в дни, когда был наёмником до того, как поступил на службу Питексу. Броня Талвина. А чё это-то? Девчонка-то где она здесь? Эймар и Талвин уходят. А к вам приближается Реншала. Я была бы рад... Я была бы рад... Я была бы рад тому, что здесь произошло, если бы мои люди не заплатили за это жизнями. Однако, благодаря вам, правосудие всё же свершилось. Мы квиты. Небрежно поклонившись вам, она уходит в сторону пристани. Пока. Ой, ну сейчас будем ждать, пока ещё она свалит, да? Вот, теперь речное правосудие выполнено. И теперь у меня не будет крестика на этом квестике, да? Так, вот теперь у нас получилось так, что... Мы победили и в Речных Королевствах, и... Этот квест закончен. Теперь можем с чистой совестью сваливать отсюда. Правда, я вот... Не уверен в том, что... Ключик, который мы нашли... Есть, конечно, вероятность, что... Мы просто-напросто взломали замок. Так? Который он открывал. Ну, я думаю, потом, если что, я смогу сюда ещё прийти и, так сказать, прочекать эту всю территорию. На предмет... Неоткрытых... Сундуков. Сейчас вот, думаю, надо сходить в этот... В порт. Там пообщаться. Блин, нигде, что ли, не осталось ускорения? Вот. У Октави ещё осталось. Теперь ещё, кстати, вот момент. В Академии там вот я приподнялся... До верха. И... Там никто не стоял. Забавно. Это уже закончилось. Забавно. А, во. Я уже думал, начал, что всё. Ваше Величество, если вы вышли из этого дворца живым, значит, теперь вы и король Питекса. Вы, как триумфатор, заслуживаете более торжественной встречи, но, боюсь, торжества придётся отложить. Ваши новые поданные нуждаются в срочной помощи. Учитель Леобальд, что вы здесь делаете? Вам здесь опасно находиться. Я пришёл сюда, потому что беспокоился за тебя, но сейчас опасность угрожает не мне. В городе беспорядки. У здания Академии Высоких Искусств собралась толпа, и вот-вот прольётся кровь. Умоляю, вы должны вмешаться, пока не случилось непоправимое. Всё-таки книжка сыграла свою роль, да? Э, меня сейчас туда, типа, перенесёт, или как? Видимо, да. Ну, давайте посмотрим. Так, Линдси, блин, у тебя все эти... Не, не спущены. Давай мастерство. Вдруг сейчас наши навыки потребуются. Так, и кого-то наказали, да? Да, кого-то, походу, наказали. Алонди. У здания Академии возмущённо гудит толпа горожан, вооружённых чем попало. Дубинками, кинжалами, факлами они внимают речи студентки. У ног, которой в луже крови лежит молодой человек. Вы не сразу узнаёте в израненном теле Алонди. Крестьянин, конец тирании и конец унижениям и позора, которым подвергал наш народ деспот и башенник Ироветти. Вы все читали книгу Линдси? Все знаете, какая гниль скрывалась за этим фасадом? Ложь, издевательство, насилие, лесть. Вот какими искусствами покровительствовал Ироветти. Его любимые ученики, убийцы вроде этого подонка. Девушка пинает тело Алонди. Нужна ли нам такая академия? К дьяволам её! Сожжём всё от отла, уничтожим гниль, чтобы начать всё заново. Перестаньте, что вы делаете? Я же не для того писал, а чтобы... Слова Линдси тонут в радостном рёве толпы. Линдси, смотрите, она здесь, с нами. Ты наш герой, иди к нам, брось первый факел. Что здесь происходит? Это же наш новый король. Ура, ура освободителю. Они убили Алонди. А я же не хотел этого. А я же не этого хотел. А теперь они собираются сжечь академию, и всё... Всё из-за моей книги. Так. Идём, Линдси. Пусть делают, что хотят. Это их город. Так, законопослушным. Граждане Питекса. Ироветти мёртв. Тирана больше нет. Если вы думаете, что это повод устроить погром, вы заблуждаетесь. Сдайте зачинщицу стражи и мирно разойдитесь. Или я разгоню вас силой. Посмотрите на себя. Вы словно звери. Неужели свобода от тирана была вам нужна только для этого? Вот это, кстати, вариант. Энтузиазм толпы угасает. Ещё немного сконфуженно пошумев, погромщики расходятся. На лице Линдси смятение, в уголках глаз слёзы. Это моя вина. Всё это из-за моей книги. Но я этого не хотела. Я хотела наказать Олонди. Хотела, чтобы о нём знали всю правду. Но я же не думала, что его убьют. Получается, я сама его убила своими руками. Учитель Абальд был прав. Перо страшное оружие. А я размахивала им, словно игрушкой. Хвалила себя за смелость и бескомпромиссность. Я была уверена, что, исполняя признание Барда, была готова заплатить цену. Но почему мне и в голову не пришло, что эту цену буду платить не я, а другие? Ты поступила правильно. Ты, Барт, твоё признание говорить правду. Линдси долгим взглядом смотрит на убитого Барда. Я не хотела твоей смерти. Честно, не хотела. Но если правда от твоих поступков оказалась для тебя смертельна, это не только моя вина. Нет, я не оправдываюсь. Твоя кровь на моих руках, и я этого не забуду. Но теперь я знаю, что за оружие в моих руках я не сложу его. Я буду говорить правду. Даже если однажды это убьёт и меня. Линдси отворачивается от Академии. И тела Лонди. Кажется, сегодня я наконец окончил Академию. Я чуть не завалила последний экзамен, но благодаря тебе всё же выстояло. Спасибо тебе. А теперь идём отсюда. Мне здесь больше нечего делать. Так. Призвание Барда. Тоже выполнено, да? Так, ну что, у нас тут всё. Вот где её искать? Фиорни. Ну-ка, сейчас давайте прочекаем, может... Здесь всё-таки найдём. Блин, ускорения нету. Там-тарап-тарап-тарап-тарап-тарап-тарап-тарап. В саму Академию нам заходить, я так понимаю, не дадут, да? Ну, ладно. Ну, ладно. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Ну или вот домишки какие-то стоят. Может кто-то из них в ход? Нет, нету, нету, да? Ну вот, тут по-любому баррикаду уберут. Ладно, давайте сходим в таверну. Там разберемся еще с этим моментом. Король Ироветти Пал. Да здравствует новый король, Джет. Так, вот с ним надо поговорить, да? С капитаном Мартином. Перед вами стоит высокий, уверенный в себе мужчина, в причудливой шляпе и с обаятельной улыбкой. О, новые посетители, с кем имею честь встретиться? Меня зовут капитан Мартин. В последнее время в таверне мало новых лиц, почему-то. Могу быть вам чем-то полезен. Что вы здесь делаете? У нас означено рандеву с одним выдающимся творцом, но он задерживается. А парням нужно как-то спускать пар, иначе кровожадность взыграет. Кстати, вы могли бы мне помочь. Видите ли, не так давно я заказал волшебнику по имени Блейкмур гримуар. Потрясающую книгу, чудо каллиграфии и изобразительное искусство. Блейкмур – феноменальный человек, гений и автор множества историй, не укладывающихся в голове. Увы, пунктуальность не в списке его достоинств, как и открытость. Прямо скажем, Блейкмур – тот еще отшельник. Мы не знаем, где он живет, но если вы встретите его и доставите нам гримуар, моя благодарность не будет знать границ. И мы, конечно, сразу отправимся в путь, не тревожа покоя этих милых граждан. Твой гримуар у меня. Подожди, сдай командование Велара, пока команда тебя не повесила. Мартейн непонимающий улыбается. Вы слышите шаги Велара за спиной. Сэр, давайте обойдемся без крови. Сдайте командование, вы тянете команду на дно. Велар, что это, мятеж? Да вы издеваетесь над дно, моя команда никогда меня не предаст. Ведь я лучший капитан всех морей, верно, ребята? Так, соотношение 7, и здесь десятка, да? Ха, да ты просто идиот в дурацкой шляпе. Капитан должен быть суров и кровожаден, а ты просто болтун. Провал. Пираты поглядывают на вас, положив руки на оружие. Велар смотрит на вас с трагическим выражением лица. Голос Мартейна напряжен, радушие улетучило. Что это было? Не хотите объясниться, пока не пролилась кровь? Это была шутка. У меня к тебе вопрос. Как капитаны корабля и мореходов? Капитан солидного популяторопира на поясе. Наш корабль бывал в каждом порту мира. Держу пари, мне есть чем вас удивить. Я о тебе не слышал. Кто ты такой? Не слышали? Наверное, вы не интересуетесь искусством. Я знаменитый капитан Мартейн, командующий пиратским кораблем исключительный. Мы охотники за шедеврами. Похитители искусства и желанные гости в домах коллекционеров, ценители. Бла-бла-бла-бла, я знаю об этом. Расскажи о своей команде. Наша команда свою экстраординарных леди джентльменов. Калис это тот эльф изящный, нарывающийся на драку, когда вы вошли в мастера бордажных схваток. Старший матрос Шагнак, выдумщик весельчак, каких не видел свет. Каких не видел свет. Конечно, порой его орочья половина берет вверх, и его затеи становятся опасны для окружающих, но у всех свои недостатки. Бабарм. Истинный дварф и прирожденный судовой казначей. Его бюджет всегда сходится с казной. Хотя однажды он придушил матроса, которому не хватало золота на жалование. Но ведь зато все сошлось. А там в углу Блатмонд. Более мрачного и грубого человека я не встречал. Говорят, раньше он ходил в команде проклятого корабля. Но это просто байка. Так, ну и конечно не стоит забывать про старшего помощника Велара. Он моя правая рука. Человек без укоризненной верности. И по секрету большой любитель искусства. Жаль, он скрывает эту свою страсть. Хотя мы все, конечно, знаем о ней. О своих путешествиях это были слишком долгой истории. Без привлечения нет такого моря, в котором мы не бывали. Я торговал с клешитами. Беседовал с мудрецами Апсалома. Выменивал у аборигинов Гарунда великолепные разные маски и нором. Бился с ульфинскими налетчиками, пришедшими в ночь под звуки волчьего воя. Я участвовал в регате, устроенной чилийским консорциумом Аспис. Заняв почетное второе место из-за подлых козней своего соперника. Сам король Ураганов, Кердок Костяной Кулак, глава Вольник, волных капитанов, правитель Оков, выразил мне свое уважение, одарив великолепной рапирой. Я выслушаю твои истории позже. Так. Сейчас, погоди-ка. А вот по поводу поболтать. Нетерпеливые пираты, принесите капитану Гримуар. Латмант. Хозяйка, ты верно. Ну вот, будет все-таки один квестик, который я, походу, не отдам, да? Так, ну не боишься, что я тебя выдам... Не, стоп, не ты, не ты, не ты. А, Гримуар у меня. Грустное лицо, страшного помощника, заряд. Слава богам, отдайте эту проклятую книгу капитана, и мы сможем убраться из этого места. И даже свергать никого не придется. Клянусь божеством Мерфолков, вы спасаете меня и всю нашу команду. Я надеюсь на вас попутного метра. Блин. То есть, если я то провалил, значит, квест каким образом будет? То есть, если я сейчас ему отдам, то он, скорее всего, запорится, да? Ну, кстати, давайте проверим. То есть, делаем вот сейв. Если я ему не отдаю его, и квест порится... ...то все печально. Твой Гримуар у меня. Можешь уплывать, я его не отдам. Э, нет, я не для того. Тут столько времени сидел. Либо вы покупаете эту книгу на моих условиях за 100 тысяч золотых, либо Гримуар на бочку. Держи... Так. Держи свое золото, купи себе... Ага. Ладно, на, забирай. Насчет награды я прощаю вам вашу дерзость, дарю жизнь. Все квесты выполнены? Главное, скажите, что все квесты выполнены. А второй? Ну и хрен с ними. Все, отлично. Хозяин таверны. Который мне явно не подскажет, где искать, мать... Октавий. Ладно, давайте на этом мы серию закончим. Всем спасибо за просмотры. Дела наши в Питексе закончены почти, кроме матери, Октавии. Вот. Ну, я думаю, мы найдем ее чуть позже. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова